Очередная бронза была очень тяжелой. И я бы не называл ее очередной, а называл сложной и добытой в тяжелой борьбе и в достаточно непростой ситуации. Почему непростой? Давайте вспомним начало сезона. Мы, к сожалению, не смогли, не имели возможности провести предсезонные сборы. Команда чувствовала недостаток этих сборов на протяжении всего сезона. Вроде бы сборы, отдача месяц, второй, третий. Но когда команда идет по сезону, имея хорошую базу, достаточно снизить интенсивность, повысить интенсивность тренировок. Очень легко ее управлять, поддерживать и выводить команду на пик формы. Когда такой подготовки нет, получается, что мы для того, чтобы достойно выглядеть в финальной стадии Кубка Суперлиги, должны были за три недели до начала провести глубокую подготовку. Эта глубокая подготовка дала свой результат. В момент этой глубокой подготовки команда показывала плохие игры. Была серия поражений, которая нам пошла в минус и создала команде определенные проблемы в турнирной таблице. Вышли на пик, сыграли кубок. После любой победы в каком-то турнире спад. Понятно, вышли на пик, спад. И еще ряд поражений, которые поставили команду в достаточно тяжелое положение. Я благодарен ребятам, я благодарен руководству клуба в том, что в этой тяжелой ситуации, грубо говоря, уже вся наша команда проявила выдержку, проявила лучшие свои качества и сумела закончить регулярный чемпионат на втором месте. Что касается серии плей-офф, то была хорошая, красивая серия с сильной командой «Черкасские Мавпу», в которой нам противостоял коллектив, лидерами, в которой являлись наши в прошлом игроки, наши лидеры в прошлых лет. Мы знали их силу, мы понимали, что это будет очень непросто, но команда сыграла здорово, победила. Что касается серии с командой «Азовмаш», то получилось, что мы ощутили гораздо больше проблем, чем те проблемы, на которые мы могли рассчитывать, которые мы могли предполагать. Это касается, действительно, как Валерий Альбертович сказал, и наших внутренних проблем в связи с удалением «Шапелла», которое не ставится под сомнение, оно, безусловно, было 100%. И другие вещи, ну, например, я могу только хорошие слова сказать в адрес Сергея Завалина, которому удалось, какими-то способами, я не знаю, какими, команду, которая выглядела определенным образом за неделю до плей-офф, еле-еле играла с «Адессой», проигрывала там серию игр, за неделю вывести команду на очень высокий уровень. Они победили Донецк в одни ворота, да, они победили нас по итогу. Очень убедительно, сейчас команда выступает в финальной серии и выглядит там достаточно неплохо. Грубо говоря, на равных на сегодняшний день противостоит бодивельнику, который выиграл регулярный чемпионат. Ну, а серия с командой Львова, она состояла как бы из двух частей. Первые три игры, в которых Львов играл мотивированно, играл сильно, и нам приходилось это противодействие ломать. И четвертая игра, которая, в общем-то, уже являлась формальностью и прошла в такой атмосфере, когда одна команда думала как бы быстрее серию проиграть, да, а другая как бы быстрее выиграть. Может быть, я преувеличиваю. Но тут, наверное, вывод один, что не знаю, как там другие серии, но серия за бронзовые медали не должна быть до четырех побед, она должна быть короче три, может быть, две победы. Должны определять обладателя бронзовых медалей. Мы с оптимизмом смотрим будущее, и микроклимат в команде был отличный. Об этом дают знать и результаты. Не было бы микроклимата, не было бы, я думаю, и результатов. Подавляющее большинство игроков проявило себя в этом сезоне с наилучшей стороны. Ну, я начну, как всегда, как все предыдущие годы, с Саши Рыбалко, с нашего капитана, человек, который являлся образцом не только на площадке во время игры, который являлся образцом во время тренировочного процесса в быту, и, в общем-то, можно сказать, был одним из наших главных помощников, я имею в виду тренеров. Дальше, ну, наверное, стоит все-таки сказать несколько теплых слов о Рэнди Кулпепере, который стал в этом году явно сильнее и мудрее. Во всяком случае, количество провальных игр для него в этом сезоне равнялось двум. При пяти или шести в прошлом сезоне он сыграл достаточно стабильно, достаточно агрессивно и проявлял свои лучшие качества. Чаще всего это было в интересах команды. Почему я говорю, чаще всего была игра, в которой, безусловно, вся команда старалась сделать ему подарок на день рождения, и уже шла речь не только о командном, но и об индивидуальном результате. Конечно, Рэнди – это то звено команды, которое добавляло нашей команде яркости и интересности в плане зрительского интереса. Очень стабильно, здорово провел этот сезон Ричард Гуин. Он был не только забивалой, да, которым он был в предыдущие сезоны, он очень сильно прибавил в защите, а учитывая личность Камерона Мура, по большому счету, против всех лидеров передней линии соперника, он выполнял главную роль по нейтрализации лидеров. Джереми Шапелл – хороший сезон, хотя у него были какие-то мне не очень понятные провальные моменты. Во всяком случае, во львовских играх, всех, которые мы проводили во Львове, Шапелла было не узнать. Хотя, в принципе, конечно, безусловно, он был одним из лидеров, он был мотором, он был бойцом, который заводил команду, который выигрывал подавляющее количество единоборств, хорош был в наборе очков. Явный прогресс у Шапелла был в этом сезоне в проценте попадания с дальней дистанции. Он присоединился к группе наших ребят-дальнобойщиков, которые могли забить, стабильно забить дальний бросок. К минусам Шапелла – это, безусловно, его невыдержанность, которая подвела вот такой итог серии с Азовмашем. Ну, не секрет, я не знаю, как бы закончились бои игры, но команда бы выглядела по-другому в тех играх, которые он пропускал. Артем Буцкий, безусловно, один из лучших сезонов в его карьере, значительно прибавил в атакующем плане. Я повторюсь, где-то в одном из интервью я уже говорил, что если бы не было линии, командной линии по введению на ударную позицию Калпепера, Гуина, Шапелла, то и Артем, и Саша Рыбалка, они были в состоянии, они были готовы набирать значительное количество очков. Когда появлялись проблемы, ребята могли забить 16-18, а было бы надо, забивали бы и больше. Это при том, что у Артема, безусловно, его сильнейшей стороной является защитная функция, в которой, на мой взгляд, он сегодня один из сильнейших, если не сильнейших, защитников, персональщиков в украинском чемпионате. Даниэл Вернер. Ну, мы не ошиблись, понимаете, есть сочетание цена-качество. За те деньги, которые клуб ему по контракту выплачивал, он свое дело по большому счету сделал, во многих играх помогал. Да, в играх с серьезными оппонентами где-то были видны у него проблемы. Но не мог он ярко сыграть против Диора Фишера или каким-то образом нейтрализовывать Радулицу, ну и так далее. Но подавляющее большинство игр он сыграл на хорошем уровне. Он хороший такой, вот хоть он и американец, можно сказать, европейский игрок, командный игрок. Станислав Дикий и Андрей Лебединцев. Ребята, которые получали время и много помогали команде. Я могу сказать, что так как они трудились на тренировках, вызывает уважение. Я думаю, что у них все впереди и их спортивное будущее должно быть ярким. Камерон Мур. Это тот игрок, о котором я хочу сказать в последнюю очередь. Тяжело сказать, ошиблись ли мы с его приглашением. По таланту, по своим возможностям, безусловно, хороший парень, который может стать хорошим игроком. Но совершенно очевидно, что он этого не хочет. В тренировочном процессе он последний. В организационных каких-то вопросах он последний. На собрании вот все разжевали, все вложили в рот. На площадке он выполняет какие-то действия, которые... Может быть, здесь и наша вина. Может быть, мы в какой-то степени не смогли добиться от него именно максимального. Но когда человек не хочет, поймите, это сделать не так просто. Но, к примеру, поражение в двух играх во Львове я во многом связываю с его ошибками. Это в регулярном чемпионате. Получая задание играть определенную защиту против Вука Савлевича, он почему-то по собственной инициативе выполнял ошибочные действия, а потом с пеной у рта говорил, что я считаю, что так нужно. Но извини, дорогой, когда тренер дал задание, это обязан его выполнять. Поэтому по ходу чемпионата были игры, когда Мур оказывался снятым с игры, отстраненным от игры и так далее. Хотя, для того, чтобы быть полностью объективным, когда он был в хорошем состоянии, когда он выполнял, это парень, который крепко нам помогал, мог помогать. И часто это делал. Продолжение следует...